МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Сургут-24 в студии Анна Марченко. В начале выпуска коротко о главных темах. В помощь охране порядка вступить в ряды дружинников может практически любой совершеннолетний сургутянин. Чем занимается такой народный отряд? История одного письма. Как боец на СВО получил теплый привет от юной сургутянки и передал ей подарок в ответ? Досрочный период ЕГЭ продлится до 19 апреля. Кто сдает экзамены раньше остальных? И что необходимо для допуска к итоговой аттестации? Сегодня в Сургуте начался демонтаж старого здания ЖД вокзала. Перед тем, как перейти к масштабным работам, построили временный павильон для ожидания поездов и продажи билетов. Затем разобрали пристрои к основному корпусу. Работы проводят в рамках соглашения, которое заключили в октябре 2021 года между ОАО РЖД, Фондом развития Югры и правительством региона о реконструкции железнодорожного вокзала Сургута. Согласно проекту, площадь нового комплекса в нашем городе увеличится практически в два раза. Для удобства пассажиров внедрят централизованную систему информирования. В залах ожидания появятся современные посадочные места с возможностью подзарядки мобильных устройств. Также в проекте благоустройство территории модернизация всех инженерных сетей, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Появиться новый ЖД вокзал в Сургуте должен в 2025 году. Добавлю, что старое здание железнодорожного комплекса было построено в 1988-м. Стало известно, кто тот предприниматель, который решил инвестировать в реконструкцию бывшего кинотеатра «Аврора». Это группа компаний «Гулливер». Вопрос обсуждали на комитете по городскому хозяйству в Думе сегодня. Цель бизнеса – преобразить учреждение в спортивно-досуговый центр. Впрочем, для начала необходимо заключить соглашение о муниципально-частном партнерстве. Первым этапом станут инженерно-геодезические изыскания, чтобы понять, возможно ли реализация технического решения. Если все удастся, то в течение 12 месяцев составят проектную документацию и за три года «Аврору» реконструируют. Подробности расскажем в следующих выпусках программы «Новости Сургут-24». Снизить расходы в бюджете города на содержание ремонт парковок администрация Сургута разработала механизм взаимодействия с предпринимателями, владеющими торговыми площадями, вблизи которых есть автостоянки. Этот вопрос, среди прочих, накануне обсуждали на заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Идея чиновников заключается в том, чтобы передать по договору частникам в безвозмездное пользование территории для парковок. Те объекты, которые вы сейчас перечисляете, при строительстве и выдаче разрешения на строительство, при проектировании вот этих вот места, они были посчитаны в обеспеченность парковочным пространством этих объектов. Понимаете, о чем идет? Да, конечно. И вот может сложиться такая ситуация, когда вы начали, мне очень понравилось слово, аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования, что выиграет их не тот объект, который расположен, а там соседи. Вы как эту конкуренцию будете разрешать? Администрации выгодно передать в безвозмездное пользование бизнесу парковки, например, у сити-центра, ТЦ Ярославна и у одного из ресторанов на проспекте Набережном, 14-1. Если предприниматели возьмут в свои владения территорию их общая площадь, 126 тысяч квадратных метров, то в год муниципальный бюджет будет экономить почти 25 миллионов рублей. Особый пункт в договоре – бесплатное пользование и беспрепятственный доступ на автостоянку для горожан. Для того, чтобы обязать какого-то предпринимателя содержать данную парковку, а не содержать ее за счет средств города, нам нужен именно механизм передачи этой парковки, чтобы он был закреплен, что именно это парковочное пространство содержится предпринимателем, а не за счет средств города. А если мы просто обязуем, что торговый центр, что у вас, возле вашей территории, находится парковка, и содержите, пожалуйста, его за свой счет? Вы меня почти убедили, я почитаю еще не махиваю. В любом случае можно посмотреть, как торговлю улице, и там дальше уже скорректироваться. Специалисты Сургутской мэрии планируют сделать рассылку писем предпринимателям с подробной информацией, а также опубликовать ее на официальном портале. В случае более одного претендующего на обслуживание парковки администрация разыграет аукцион. Тогда это будет не безвозмездная передача территорий под машины места. Если желающих вовсе не появится, содержать локации и дальше будет город. Редактор субтитров А.Семкин О результатах борьбы с противоправным контентом говорили во время семинара по профилактике терроризма и экстремизма. Специалисты мэрии Сургутского района также отметили, что за прошлый год добровольческие отряды во время рейдов нашли 12 надписей на зданиях в Ленторе, Федоровском, Белом Яру, Солнечном, которые были связаны с экстремистской деятельностью и попытками распространения наркотиков. Мы осуществляли совместно обходы религиозных общественных организаций, в поселениях, захватили все поселения на наличие книг, брошюр экстремистского, террористического характера, которые включены в Минюст России. Но данных книг, брошюр мы не выявляли. Работа проводимая дает свои результаты, как и было доложено и руководством правоохранительных органов. В данной части у нас роста никакого не обусловлено. Помощь в охране общественного порядка вступить в ряды дружинников сегодня может практически каждый желающий. Единственное ограничение – отсутствие судимости. Чтобы записаться в такой народный отряд, нужно обратиться в муниципальное учреждение «Наш город». Чем именно занимаются дружинники и как их поощряют за активную гражданскую позицию, знает Виктория Анисимова. Народные дружины функционируют в Сургуте с 1996 года. Сейчас в городе три группы. Это 16 отрядов общей численностью 120 человек. Дружинники – это добровольцы, которые помогают полиции и другим службам обеспечивать порядок и безопасность. Одной из задач является инспектирование общественных территорий. Добровольцы патрулируют парки, площади и другие общественные места. Дружинники оказывают особую роль в профилактике правонарушений города, оказывая содействие правоохранительным органам в раскрытии преступлений, в выявлении административных правонарушений. Также оказывают содействие администрации города, в выявлении административных правонарушений в области благоустройства города. А также участвует в профилактических мероприятиях, направленных на безопасность горожан. Деятельность народных дружин курирует МКУ «Наш город». Только за прошлый год дружинники отправлялись в рейды больше трех тысяч раз. Дружинники осуществляют охрану общественного порядка. Они привлекаются органами, которые делают запросы на привлечение. Также у нас контрольное управление администрации города непосредственно привлекает дружинников в рейды. В какие-то праздничные мероприятия привлекаются дружинники, культурно-массовые праздничные мероприятия. Ну и, соответственно, на какие-то оперативные мероприятия органов. За деятельности неравнодушия власти Сургута народные дружины поощряют рублем. Специальные мероприятия проводят по программе «Профилактика правонарушений». Час выхода в рейд равен 230 рублям. Выплаты осуществляют ежеквартально. Плюс в конце года выплачивают компенсацию средств, потраченных на оплату проезда. В настоящее время Институт добровольных дружин активно развивается и приобретает все большую популярность. Из-за неравнодушных граждан, которые не словом, а делом доказывают, что они могут изменить свою жизнь к лучшему, начиная с своего города. Желающих вступить в ряды добровольных народных дружин, мы приглашаем обратиться в муниципальное казенное учреждение «Наш город», расположенное по адресу город Сургут, улица Декабристов, дом 5. Если во время рейда дружинник замечает нарушение, он обязан сообщить об этом правоохранителям. Они помогут урегулировать конфликт или привлечь виновного к ответственности. Пополнить ряды дружинников может каждый желающий. Единственное ограничение – отсутствие судимости. Ильдар Каримов следит за безопасностью в городе с самого начала образования в Сургуте народной дружины. «Вот сегодня раздавал памятки. Осторожно, тонкий лед. Обязательно, когда выходим на сайму, мы берем вот такие памятки и раздаем всем людям. Прохожим там, кто ходит, все берут. Не знаю, сколько тысяч этих памяток мы уже раздали». Также в Сургуте проводят ежегодный конкурс «Лучший народный дружинник в охране общественного порядка». Участники демонстрируют индивидуальные показатели, в которые входит количество выходов, число выявленных правонарушений и преступлений. Также важны физическая подготовка, основы правовых знаний и умение оказывать доврачебную помощь. Сегодня многие югорчане участвуют в мероприятиях специальной военной операции. Из региона регулярно направляют гуманитарные грузы, в составе которых продукты, средства гигиены, печи, буржуйки. Накануне три фуры с гумпомощью весом 70 тонн выехали из нашего города. Вместе с тем, с каждой партией нашим бойцам приходит послание с теплыми словами поддержки. Не только от родных и близких. В акции «Письмо солдату» принимают участие и учащиеся сургутских школ. Только в феврале дети отправили более полутора тысяч писем. «Здравствуй, дорогой солдат. Я пишу тебе из города Сургута. Хочу поблагодарить тебя за мирное небо над головой». Я считаю, что это нужно делать даже чем раньше, с раннего возраста, даже до школьного возраста, когда дети. Чтобы дети понимали, дети знали, что сейчас мы, к сожалению, живем в такое нелегкое, тяжелое время, я бы даже сказала. И должны они понимать суть этих действий военных. Участники специальной военной операции также направляли ответное видеообращение к сургутским школьникам. Цитирую. Это дает понимание, что за нашими спинами стоите вы, наша опора, наше будущее, наши дети. Спасибо вам огромное, говорили бойцы в видео. Но ребята получают ответные послания и лично. Такой привет ученице лицея номер один, пятикласснице Маше Цветковой, передали родственники солдата. Оказалось, что парень жил и работал в Сургуте, затем переехал в другой регион. Здесь у него остались мама и сестра, которым он поручил найти и поблагодарить девочку за теплые слова. Задание было выполнено. Такую куколку мне передала Дарья, также из пакетики конфеты. Очень было приятно, я очень обрадовалась. Аж потекли слезы от радости, когда вот это все было. Всегда думаю, вот мы писали, думаю, да не доходят эти письма, не докуда. Зря я так стараюсь, а тут бац и случилось, вот так чудо. У меня даже мурашки по коже побежали. Мне было настолько приятно, настолько это неожиданно. Сестра рассказала, что он собирался на военные действия, одевает эти носки, а там вот это вот маленькое письмецо с конфеткой, да, которое сыграло для него, говорит, очень большую роль. Мне настолько было приятно, настолько, что дети помнят нас, дети стараются для нас. И, говорит, и огонь и воду готов был пройти, когда получил это письмо. И захотелось делать этой девочке, найти ее и сделать ей приятно. Лучших строителей ИГЛО определили среди молодых работников публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз». К снежным хижинам предъявляли целый ряд требований. Правильная форма, диаметр купола и другие. Регламентом строго был оговорен и список инструментов, которые можно было использовать при возведении. Это лопаты и пилы. Помог ли сотрудникам структурных подразделений при строительстве ИГЛО личные профессиональные опыты? Кто быстрее всех возвел домик из снега, расскажет Мария Ливанян. Хороший строитель ИГЛО тот, в чьей хижине не видно небо. Молодые работники «Сургутнефтегаза» провели соревнования по строительству снежных домов. Объекты некапитальные, но к ним предъявлены не менее строгие требования. Есть правило строительства снежных хижин ИГЛО. Ребята должны использовать только лопаты, пилы специально для блоков. И в принципе все. Нельзя пользоваться водой, стремянками. Не должно быть щели в ИГЛО. За нарушение правил участникам начисляют штрафные баллы. Строгие судьи смотрят, чтобы ИГЛО имело правильную форму купола. Диаметр строения достигал минимум полутора метров. Отсутствовали щели между снежными блоками. Обычно неопытные строители строят вверх, то есть не учитывают углы укладывания именно блоков. И получается так, что высокая башня и не смыкается. А нужно обязательно, чтобы самкнулся. Поэтому мы дали подсказку нашим участникам, чтобы они делали сразу скошенные с первого ряда. Должно быть не видно небо в ИГЛО. От этого зависит функциональность самого построения. Это как фундамент. Мы же начинаем с фундамента, с самого основного. Сейчас мы, получается, определяем фундамент и границы нашей ИГЛО. После этого мы уже будем наращивать сверху ИГЛО нашу. И постепенно срезать, тем самым закругляя нашу ИГЛО. Ну и все сводить ее к центру, наверху. Соревнования проводят ежегодно среди работников до 30 лет. В каждом структурном подразделении есть свои секреты. Возведение хижины правильной формы. Поэтому новички опираются на опыт старших коллег. Это, к слову, является одной из целей мероприятия – сплочение коллектива. Команда образования познакомится, сплотит, чтобы ребята нашли единомышленников в производстве и в свое свободное время от работы. Мы вообще позиционируем то, что коммуникативный навык, который развивается у нас на мероприятиях, такой нетворкинг, который существует на мероприятиях молодежного объединения, помогает молодым работникам не только реализовывать свою производственную деятельность, но и находить семьи, друзей и так далее. Поэтому основная наша цель – это адаптировать, команда образовать, познакомить молодых работников. Молодежь «Сургутнефтегаза» подошла к процессу ответственно и заранее распределила роли. Одни вырезали снежные кирпичики, другие занимались их транспортировкой, третьи укладывали. По словам ребят, многим в строительстве иглу помогли рабочие навыки. Наш цех занимается формовкой, и вот это практически то же самое, можно сказать, заформовали иглу. Профессиональный опыт команды Рафаэля Байгулова «Хантыйские тигры» действительно пригодился. Коллектив занял второе место по итогам соревнований и получил приз за самое быстрое возведение иглу. Победителями соревнования стали представители «Уфсинг» команда «Фиксики». Мария Ливанян, Никита Бабенко, «Сургут-24». В гимназии имени Фармана Салманова в «Сургуте» сегодня состоялся единый государственный экзамен по русскому языку. Сдающие демонстрировали знания в области грамматики, правописания. Напомню, экзамены проводятся в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. В 2023-м школьники могут сдать экзамен до основного потока в срок с 20 марта по 19 апреля. Самый массовый период, основной, пройдет с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября. Досрочные экзамены по литературе и географии уже позади. Они состоялись 20 марта. В основном досрочный этап проводится для выпускников прошлых лет и для учащихся, которые в основной период сдачи ЕГЭ присутствовать на экзамене не могут. Причины могут быть различные. Это дети участвуют в соревнованиях достаточно крупного уровня. Это региональные соревнования, федеральные, может быть, международные соревнования. И еще у нас в последнее время есть дети, которым нужны аттестаты уже в мае для предъявления высшей учебной заведения. Как правило, эта категория выпускников проходит в досрочный период. Ну и еще одна категория – это дети, выезжающие на длительное лечение в этот период. Принять участие в досрочном едином государственном экзамене могут ученики, освоившие программу среднего общего образования, учащиеся колледжи и иностранных учебных заведений и те, кто уже сдавал экзамен ранее, но не получил ожидаемый результат. Сегодня ЕГЭ по русскому языку писали 36 человек. Из них три выпускника текущего года из лицея номер 3, школ номер 19 и 20. Отмечу, что в Сургуте в досрочный период вдают экзамены не только жители нашего города, но и сургутского района, нефтеюганска и нефтеюганского района. Условия допуска к экзамену в досрочный период абсолютно такие же, как и в основной период. То есть ребенок должен написать, получить зачет за итоговое сочинение и должен освоить программу в полном объеме и не иметь академической задолженности. В этом случае педагогическим советом участник допускается к сдаче в досрочный период. Всего в этом году в Сургуте единый госэкзамен будут сдавать более 2500 выпускников. Для проведения ЕГЭ организуют 9 пунктов. Каждый будет оснащен специальным оборудованием, таким как металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и специальные устройства для блокировки сигналов сотовой связи. Это гарантирует безопасность и правильность проведения экзаменов для всех будущих студентов. Не просто экскурсия, чтобы сургутские школьники определились с будущей профессией, им необходимо увидеть кухню того или иного предприятия. В этом уверены в городских тепловых сетях. ГТС ежегодно приглашают учеников на профориентационные беседы. На котельных в этот раз побывала и наша съемочная группа. О впечатлениях ребят в материале Карины Александян. Находятся водогрейные котлы, которые греют воду. Соответственно, работают они на газообразном топливе. Это природный газ, где происходит горение. И за счет дымовых труб происходит удаление уходящих газов. В котельной не только приборы и датчики, но и люди, которые следят за правильной работой теплоэнергетического оборудования. Здесь же можно встретить даже ботанический уголок. Обо всем этом не просто рассказали восьмиклассникам Сургутской технологической школы. Ребятам устроили полноценную экскурсию на объекты городских тепловых сетей. Я думала, что здесь работают в основном мужчины, что тут занимаются с котлами именно вручную. А оказалось, что есть еще женщины, операторы, которые следят с помощью компьютеров за котлами и за температурой. Ребята внимательно и с интересом слушали старшего мастера района теплоснабжения номер один Дмитрия Мальцева. В ходе экскурсии школьники задавали вопросы, чтобы детально вникнуть в специфику работы теплоэнергетиков. Управление все по месту. В случае нарушения какого-либо отклонения от параметров мы докладываем в оперативно-беспеческую службу, нам предоставляют транспорт, и мы выезжаем на объект для выяснения причины какого-либо отклонения и устранения. То есть в этом, в принципе, заключается работа операторов. Сколько в целом много уходит энергии на содержание всего этого? И как часто происходит диагностика всего этого оборудования? Диагностика каждый год при текущем ремонте. Официально у нас 1 июня он заканчивается, независимо от температуры наружного воздуха. Только по распоряжению администрации города он может быть продлено. Но если 1 июня наступило, распоряжения администрации никакого нет, мы останавливаемся и приступаем к текущему ремонту. У нас происходит диагностика оборудования, наладка, замена, устранение оборудования снимается, угостя на испытания. Мне очень понравилась его история о том, как он пришел к своей должности. Было бы очень интересно подумать, поразмышлять о том, смог бы ли я руководить всем этим. Мне было очень интересно, в каких условиях работают сотрудники. Все-таки я очень много слышал о том, как очень сложно работать в хотельной. И был приятно удивлен, увидев, что здесь более чем хорошие условия для работы, что большая часть процесса автоматизирована. И в основном задача людей – это следить за процессом, как работает, собственно, машина, а не сами люди. Экскурсии на ресурсно-снабжающие предприятия проводят, чтобы сформировать у подросшего поколения понимание о своей будущей профессии. Такая профориентация помогает школьникам реальнее определиться с планами на будущее и, между прочим, приносит свои плоды в виде выбора ребятами профильных вузов и специальностей. Спасибо им, конечно, за то, что они нам греют, греют. Мне лично приятно от этого, потому что в их руках, в их надежных руках мы греемся, сидим дома, спим. Мы же что угодно делаем дома. И это зависит от них. Сотрудничаем мы с муниципальным предприятием «Городские тепловые сети» с 2016 года. Ходим на экскурсии мы ежегодно с восьмиклассниками и с другими параллелями. То, что кто поступал, были такие желающие, которые хотели уже поступать именно на профессии, которые необходимы в данном предприятии. И я думаю, что у них по истечению определенных лет учебы в дальнейшем все реализуется. Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургу-24. Это все новости на сегодня. Выпуск завершат рекламой и прогноз погоды. Всего вам самого доброго. До свидания. Весна. Отличное время для того, чтобы украсить свой дом невероятно красивыми комнатными цветами. И Флориаль готов в этом помочь. Позвоните нашим фито-дизайнерам и расскажите, какое растение вы хотите. Мы проконсультируем вас и доставим растение к вам домой. Флориаль. Пусть в вашем доме будет красиво. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамеры в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Радио Дача. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери «Радио». Авторадио, «Энерджи», «Дача», «Русский хит», «Лаврадио». Позвони 221-222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова